И сейчас у нас есть возможность связаться с космическим туристом, человеком, который когда-то был на экскурсии на Байконуре. Алло? Артем, добрый день. Слышите, видите? Здравствуйте. Я вижу, слышу. Так, все отлично. Артем, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Вы были на Байконуре. Как это, вот, ваши впечатления? Вам до сих пор, наверное, рокот космодрома снится? Ну, бывает, снится. Мы ездили с женой, мы с ней регулярно вспоминаем. Все мои, ну, близкие, друзья, товарищи, безусловно, когда смотрят записи, им показывают, что они говорят, это действительно рокот. Но когда ты находишься там, ты не только его слышишь, но и чувствуешь эту вибрацию, ты можешь услышать, ну, там, динамик закреплен. Как это, команды все эти, сочетать с тем, что ты видишь, конечно, вот я даже сейчас говорю, и по мне пошли мурашки. То есть это очень стоящее впечатление, и по возможности прикоснуться к истории надо. Ну, а расскажите, вот самое интересное, что там было? Как провожали космонавты или сам запуск ракеты? Так. Мы провожали космонавтов, да, мы, то есть, видели, и как ракету увозят на стартовый стол, как ее увозят из цеха, как космонавты выходят из гостиницы, как они докладывают в госкомиссии. И, в принципе, просто поездили по сооружениям Байконура, посмотрели, что там есть. Стартовые площадки различные. Музей Байконура посмотрели, и города Байконура посмотрели, и посмотрели, ну, музей именно самого космодрома. Ну, расскажите, какая атмосфера на запуске? Люди обнимаются, плачут от радости. Что вот в этот момент, когда ракета взлетает? Это как, всеобщая эйфория или как? Расскажите. Ну, когда непосредственно ракета взлетает, наверное, это замирает, ну, народ замирает в ожидании. И когда она вот оторвалась от стартового стола, полетела, это такой единый вздох и выдох. Ура, поехали. Крики удовольствия, и все головы задираются вверх, так, чтобы максимально проводить, пока глаз, ну, зрение позволяет ее видеть. Ну, люди кричат что-то как-то массово? Кричат, ура, здорово, наконец-то я увидел, поехали. Вспоминает, ну, коронную фразу Гагарина, да, что поехали. То есть это большой спектр эмоций, там достаточно много людей смотрят за этим, поэтому, конечно, сказать, что говорит Кашля я не могу, но те, кто были рядом со мной, я кричали в том числе ура. Ну, вот говорят, мы посмотрели на сайте «Космические путешествия», ну, прикоснуться к космосу довольно дорого. Вот вы, как космический турист, скажите, это того стоит? Да, я считаю, что это не зря потраченные деньги, это лучше, чем просто поехать и полежать где-то на пляже. Это больше дает эмоций и развивает тебя, и дает возможность познакомиться с интересными людьми, потому что вот у нас группа была все достаточно погруженные в эту тему, и общаться с людьми приятно. То есть сидишь в автобусе и чувствуешь, что находишься в кругу единомышленников. То есть это не только возможность увидеть, но и пообщаться. То есть до сих пор с теми, с кем мы были на запуске в сентябре, у нас есть там группа в Телеграме, мы там периодически переписываемся. Ну, сегодня-то запуск смотрели, не смотрели? Ну, к сожалению, пока работа не дала возможность посмотреть, но вечером здесь я посмотрю. Знаю, что вот наши организаторы, они сегодня там водили опять туристов, то есть в полку наших путешественников прибыло. Спасибо большое, Артем. Спасибо, что рассказали нам о том, как это быть космическим туристом. А для тех, кто только к нам присоединился, я напомню, что с нами на связи был Артем, космический турист из Москвы. Продолжение следует...